АЛКОГЕНИЙ БОН СКОТ Бон Скотт был настоящей рок-звездой, обладатель злобного фальцета и дебошир-алкоголик. Он одинаково на все сто выкладывался на сцене и за барной стойкой. Сын потомственного пекаря и волынщика-любителя из провинциального Керемьюра, Шотландия, Рональд Белфорд Скотт, изменил семейные традиции и стал рок-музыкантом. Это случилось уже в Австралии, куда его семья, равно как и семьи почти всех участников ACDC, перебралась с шотландских Нагорий в поисках лучшей жизни. Злые языки утверждают, что неповторимый тембр вокала Скотта кристаллизировался в результате воздействия двух факторов. Потери одного из текстикула в мотоциклетной аварии и долгой планомерной шлифовке горла неразбавленным джином. Однояйцевый Бон, пролежав после аварии три дня в коме, не потерял своей мужской силы, но решил завязать с рок-н-роллом. С гениями переменного тока-постоянного тока, другой вариант перевода «Антихрис смерть Христу», он познакомился, когда стал водителем грузовика, принадлежавшего группе. Однажды гитарист Ангус Янг, сам серьезно выпивший, случайно услышал, каких нетрезвый водитель горланит песню «Baby, please don't go». Уже через неделю Скотт пел ее в студии. На первых гастролях ACDC по Англии в 1976 году зрители ждал смертельный алко-цирковой номер. Качаясь на трапеции, Скотт ловил свои объятия запиливающего соло Янга, при этом оба были абсолютно пьяны. Пугать осветителей перед концертом в наряде гориллы, материться в прямом эфире, разбивать в кровь губы о микрофон и показывать задницу на сцене было для Скотта так же естественно, как для нас завтракать яичницей. 21 февраля 1980 года в компании старого друга Алистера Киннера Бон отправился в любимый бар «Мюзик Машин» и заказал 7 двойных порций виски. Это 350 граммов. Много это или мало – вопрос дискуссионный, но в ту ночь Бон не стоял на ногах. И Киннер, отчаявшись вытащить певца из побитого Бентли, оставил его в автомобиле. Утром он обнаружил музыканта уже мертвым. Заснув в неудобном положении, Скотт, как и Фендрикс, десятью годами ранее захлевнулся рвотными массами. Банальная истина. Глубокая глотка сначала сделала великого рокера бессмертным, а потом свела в могилу. ЭТАПЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ 1963-1967 год Бон работает в пекарне своего отца, тайком пьет пиво с приятелями и таскает виски из родительского комода, доливая в бутылку воду из-под крана, чтобы отец не заметил. Вместе с папашей и старшими братьями играет в оркестре волынщиков, а также поет и стучит на барабанах в любительских блюзовых командах. «Еще немного, и я готов был подчиниться требованиям отца и с утра до вечера до конца своих дней продавать горячие булочки». Но желание стучать на барабанах и целовать незнакомых девчонок было сильнее. В 1967-м Скотта арестовали за кражу 55 литров бензина, и будущая рок-звезда впервые попала за решетку. Кстати, на вырученные деньги Бон купил новые барабанные тарелки и ящик пива Фостерс. 1968-й год, 1974-й. Скотт ведет жизнь начинающего рок-музыканта со всеми вытекающими последствиями. В составе «The Valentine's» оказывается в числе первых австралийских рокеров, арестованных за хранение марихуаны. Проводит три месяца в окружной тюрьме за пьяный дебош и три дня в коме после аварии. На операционном столе ему удаляют яичко. Официально завязывает с рок-н-роллом и уходит в перманентный запой, подрабатывая водителем у других начинающих рокеров ACDC. 1975-1977 года. В качестве вокалиста главной австралийской рок-группы не вылезает со страниц светской хроники. Во время европейского тура заряжается ураганным коктейлем «Джин с молоком». Однажды в гримерке лондонского клуба «Сто» не оказалось его любимого джина, и Скотт выскочил в ближайший паб. На обратном пути у служебного входа путь за тариному рокерому преградил огромный охранник. После долгих уговоров Бон выдал ему несколько фирменных рулат и был немедленно пропущен. 1978-80-е года. ACDC записывает свой лучший альбом. Highway to Hell. А Бон переходит с джина на виски. 21 февраля 1980-го года после очередной сессии записи альбома расслабляется в любимом лондонском баре, после чего засыпает в машине. На следующий день его находят лужи рвоты. Официальная причина смерти – переохолождение. Певцу было 33 года. Собутыльники. Ангус Янг. Несмотря на разницу в 9 лет, два лидера ACDC прекрасно находили общий язык, обсуждая аранжировки новых хэви нетленок под виски. Если Скотти выпивал достаточно, то смеялся без удержу, как клоун. Сева Новгородцев. В Лондоне я жил по соседству с его любимым пабом – блюзик машин. Бон угощал всех желающих, в том числе и меня. Там же он пил в свой последний вечер. После его смерти там был пожар, и все сгорело дотла. Кенгуру. Однажды ACDC играли в резервации аборигенов. После концерта Бон пропал. Обнаружили его только под утро в вольере с кенгуру с Киппи. Скотт рассказывал животному о разрыве с подружкой и поил его дином. Алкогений Китмун. Текст Леонида Александровского. Принято думать, что главные дебоширы от рок-музыки – это одержимые манией величия вокалисты. Барабанщики – вот кто правит балом рок-н-рольного беспредела. Символом сильно пьющего цеха был и остается ударник The Who – Китмун. Человек, придумавший самоявление рок-дебоширства. Оголтелые выходки сумасшедшего англичанина были обратной стороной его гения. На великих альбомах The Who 60-х Мун изменил сам принцип существования ударника в рок-группе. Мун не хотел и не умел держать ритм. Его фирменный стиль игры, оказавший огромное влияние на последующее поколение ударников, фонтанирование в стиле фристайл, каскады неистовой барабаниады, фейерверки разрушительного белого шума. Разрушительного в прямом смысле The Who имели привычки под занавес разносить инструменты в щепки. Помните безумного барабанщика по кличке «Животное» из Muppet Show? Его прототипом был Китмун. Разгром барабанной установки был для Муной легкой разминкой. После концерта он имел привычку напиваться и крушить гостиничные номера. Пить Мун начинал за завтраком и не прекращал даже во время концерта. Внутренность самого большого барабана была отвезена под мини-бар. Менеджеры отелей считали большим везением, если Кит ограничивался бросанием телевизора в бассейн. Обычно пребывание Муна в гостинице заканчивалось закладыванием динамита в унитаз и эффектным взрывом. И это не преувеличение, он на самом деле взрывал ванны в гостиницах. Подсчитано, что за годы своих пиротехнических подвигов ударник взорвал туалетных бачков на 2 миллиона долларов по нынешним ценам. В итоге большинство крупных гостиничных сетей, в частности Holiday Inn Sheraton Fulton, а также Волдерф История в Нью-Йорке, выдали Муну пожизненный отказ в праве на проживание в своих отелях. А на одной газетной карикатуре был изображен ресепшн с объявлением В случае кита Муна разбейте стекло и пользуйтесь огнетушителем. Конец истории предсказуем. 15 лет веселого саморазрушения свели Муна в могилу в возрасте 32 лет. Вехи употребления. 1946-1964 год. Кит демонстрирует неподконтрольный артистический темперамент уже в школе. Вот цитата из характеристики. Обучению поддается плохо, наличствуют признаки идиотизма. Другой педагог отмечал. Артистический дар с уклоном выпендрешь. 1964-1969 года. 17-летний Мун приходит на прослушивание к Зэху и заявляет. Говорят, вы ищете ударника, так вот, я лучший. Зэху выпускают три первые пластинки, и их киты становятся гимнами поколения. Кит шалит по полной. На концерте закладывает динамит в барабан. Взрыв ранит самого кита и оглушает Таунсента, с тех пор страдающего звоном в ушах. На праздновании своего 21-летия в отеле в Мичигане, барабанщик въезжает на машине в бассейн, бегает голый по отелю, устраивает битву тортами и лишается зуба. 1969-1975 год. Спасаясь от пьяной драки, Мун садится за руль и случайно сбивает насмерть своего друга и телохранителя Нила Боланда. В 1973 году засыпает прямо на сцене. Таунсент кидает клич в зал. Есть тут приличные ударники? Концерт доигрывает за Муна фанат. Концерт доигрывает за Муна фанат. Концерт доигрывает за Муна фанат. Продолжение следует... Заху выпускает свои шедевры, рок-оперы «Томми» и «Водрофене» альбом «Ques Next» 1975-1978 года. Группа не выпускает альбомы три года, Кит набирает лишний вес и уходит в загул. Шведская модель Анетту Олтерлакс пытается поместить любовника в клинику, но Муна отказываются брать, узнав, что на завтрак он выпил бутылку шампанского и полбутылки коньяка «Курвазье». Заху записывает альбом «Who are you» 1978 год. Вернувшись домой с премьеры фильма про Бадди Холли, Мун выпивает 32 таблетки лекарства, помогающего избавиться от тяги к алкоголю, и умирает. Смертельная доза – 6 таблеток. Собутыльники. Элис Купер – легендарный шок-рокер, был членом того же алкоголуба, что и Мун – закрытого питейного заведения под названием «The Hollywood Vampires». Купер вспоминает, что Мун обычно являлся на попойке, нарядившись папой римский. Ринго Стар. Барабанщик Битлз был лучшим другом, коллегой и любимым собутыльником Кита. Мун подарил первую барабанную установку сыну Ринго – Заку Старки, который сейчас замещает дядю Кита в качестве ударника «The Hood». Гений Дэвид Байрон. Дэвид был фантастическим фронтменом, и в этом плане он был незаменимым. Одним из самых замечательных достоинств Дэвида была его способность интерпретировать и выражать чувства, заложенные в любой песне. Будь то моя или чья-то еще. Кен Кенсли. Дэвид Байрон – фронтмен легендарных юрохип из «Золотого состава», один из лучших вокалов в истории рока. По официальной версии, он так всех задолбал своими запоями и срывами, что его попросту уволили из группы. Вы представляете, каким надо быть утырком, чтобы всемирно известная группа уволила тебя, когда ты являешься ее фронтменом? К слову, через два года, точно так же и точно за это же, другая всемирно известная группа уволит своего фронтмена – чувака с наколкой Оззи на костяшках пальцев. А тремя годами ранее, до ухода Байрона, Дип Перпл уволят Яна Гиллана, который тоже был фронтменом. Хотя все трое уверяли, что никто их не увольнял, и они ушли сами. В этой чикарде увольнений, ссор и обид выгодно выделяется только, наверное, Редзеплин, которые на самом деле были как семья. Но не о них сейчас. Итак, Дэвид Байрон, настоящая фамилия Геррик, родился 29 января 1947 года в городе Эппинге. Его мать была джазовой певицей, но на его блестящую карьеру, как ни странно, повлияло не это. Дэвид родился с серьезными проблемами здоровья, у него было больное сердце и слабое легкие. Когда ребенку исполнилось 5 лет, врачи посоветовали родителям Дэвида занять его пением, чтобы способствовать развитию дыхательного аппарата. Так, будущую звезду британского рока отдали в церковный хор, и уже спустя 2-3 года, как гласят семейные предания, Дэвид пел не только в хоре, но и на семейных вечеринках и в школьной самодеятельности. А в возрасте 8 лет он даже был приглашен в состав школьной рок-группы, правда, пока на подпевке. Дэвид наравне с Миком Боксом и Кеном Хенсли был основателем Юра Хип. Юра Хип, как по мне, сегодня незаслуженно забытый и не так популярный, как их коллеги по цеху из того же временного периода. Black Sabbath, Deep Purple или Led Zeppelin. Хотя в первой половине 70-х эти 4 группы были на вершине мира и поочередно выпускали альбом за альбомом, которые в итоге их обессмертили. Сегодня в наше время таких крутых групп уже нет, а тем более в таком количестве и с таким качеством материала. Дэвид Байрон вместе с Юрой Хип записал 9 потрясающих альбомов, которые лично я считаю золотой классикой рок-музыки. Дэвид был не просто певец ртом, но и соавтором очень многих великих хитов группы. Критики того времени всегда восхищались его вокалом, который даже сравнивали с оперным. И хотя Байрон и считается классическим алкогением, очень много для такого имиджа сделал тогдашний продюсер хипов Джерри Брон, с которым у Байрона были неважные отношения. Когда во второй половине 70-х группа стала терять популярность, Джерри придумал что-то вроде лайфхака и стал объяснять прессе, что во всех неудачах виноват алкаш Байрон, который постоянно срывает все графики, и если бы он не пил как не в себя, то альбом был бы вышел прям вообще топ, а так получилось как получилось. Хотя по рассказам людей, которые общались и дружили с Дэвидом, он был не такой уж и алкаш. Пил не больше остальных, да и хмелел очень быстро, и много выпить просто физически не мог. Вне группы он был тихим и скромным, даже стеснительным. Машины по пьяни не разбивал, отели не громил, соседей не кошмарил. Были, конечно, разные дерзкие выходки, но в те моменты, когда Дэвид творил дичь, он всегда был в образе фронтмена Юрахи. Когда он был с группой, в студии или на сцене, он вдруг ни с того ни с сего надерялся какой-то суперсилой и был готов на все, и даже больше. Многие истории про дикий алкоголизм Байрона были сильно преувеличены. Например, все фанаты хипов знают, что Дэвид никогда не выходил на сцену, не выпив коктейль из шампанского с апельсиновым соком. Типа, вот же алкаш, трезвым на сцену не выходит. Но на самом деле смесь шампанского со свежевыжатым апельсиновым соком весьма благотворно влияет на состояние голосовых связок. И подобные коктейли употребляли едва ли не все выступающие вживу исполнители того времени. Или вот воспоминания двоюродного брата Байрона о его пьянстве. На самом деле, Дэвид родился с неважным сердцем и серьезными проблемами в легких. Он это знал и помнил всегда на протяжении всей жизни. Нет, конечно он выпивал в меру, как все. Чего-то крепкого пил мало, его больше устраивало пиво. К тому же он достаточно быстро пьянел. Если на столе появлялась первая перевернутая вверх дном рюмка, можно было не гадать, кому она принадлежит. Конечно, бывало, что он срывался, как например после смерти Гарри Тейна, с которыми они были друзьями. Или той последней серьезной размолвки со своей женой. Были еще несколько случаев, но это все не было системой. Или вот воспоминания Элтона Джона. Они с Дэвидом Байроном какое-то время выступали вместе в начале 60-х. Да бог с вами, Дэвид ничего крепче пива или белого вина не пил никогда. Во всяком случае, я что-то не припомню, чтобы он напивался до беспамятства. Травкой, да, этим и баловались. Хотя я не скажу, что всерьез. А виски или водку? Ну, по рюмочке бывало, конечно. Но чтоб запоем, нет. Вам следовало бы поменьше читать газет. Особенно наши. Но, так или иначе, жизнь рок-звезды настолько суматошна и динамична, что рано или поздно все знаменитости стараются найти свое лекарство от суеты. И всегда все начинают с алкоголя. Алкоголь – самый очевидный и доступный выбор. И вот тут все зависит от организма. Если Леми Килмистер спокойно выпивал литр Джек Дэнилса в день и никогда не был пьяным, просто поддерживая кондицию легкого опьянения, то Дэвиду Байрону много не требовалось. И бутылка его любимого Чиваса могла полностью выключить Байрона из реальности, и он уже был не в состоянии работать и адекватно оценивать происходящее вокруг. Как пример, одна из самых известных выходок Дэвида – Филадельфии, где собралось 25 тысяч зрителей. У Дэвида произошел инцидент с микрофонной стойкой. Он наступил на нее и порезал себе губу. И толпа сразу же завопила. Он решил, что все смеются над ним, и весь вечер потом покрывал публику матом. «Дэвид наговорил много зрителям гадости», – вспоминает Мик Бокс. «Я тогда как раз настраивал гитару и не мог обернуться и взглянуть на аудиторию. После этого нам уже нечего было делать в Филадельфии. Позже в гримёрке мы начали ругать его, а он просто показал на свой сценический костюм и сказал, «Что вы имеете в виду, называя меня неосмотрительным? Они ведь высмеяли мой костюм!» Вот тогда мы и поняли, что он перестал улавливать суть происходящего. Дэйв явно не понял, что произошло. Он послал благим матом 25 тысяч человек, и нам повезло, что мы целыми ноги унесли оттуда. Концерты 1976 году стали его последними выступлениями в составе ХИП. Во время выступления в Швеции он был настолько пьян, что упал со сцены и спел первые шесть песен программы из оркестровой ямы. Инцидент в Испании стал последней каплей. Юра ХИП приехали на стадион, где должны были выступать немного раньше времени, и обнаружили, что всё закрыто. Байрон вошёл в раж и начал орать, «Да не знает, кто я такой!» и разбил стеклянные двери, чтобы войти. Кое-как мы отыграли этот концерт в Испании, вздыхает бокс. Но, думаю, даже Дэвид тогда уже смирился с тем, что для него всё кончено. В июле 1976 года Джерри Брон наконец опубликовал заявление группы, в котором говорилось, «Мы больше не можем мириться с тем, как относится к нам Дэвид Байрон, поэтому поступаем так, как того требуют интересы Юра ХИП в целом». Когда Дэвида Байрона попросили уйти, его это не шокировало. Вместо того, чтобы рассказывать всем и вся о том, как он зол, Дэвид сказал представителям прессы, что понимает причину такого поворота событий. «Я теперь совершенно свободен», смиренно сказал он в интервью. «Всё, что годами раздирало меня на части, теперь осталось позади. Да, меня уволили, но зла на ребят я не держу. Либо я перерос, либо они меня». Байрон также сказал, что уже трижды уходил из группы, по разным причинам, но всякий раз его уговаривали вернуться. Билеты на концерты группы продолжали расходиться на ура, но, как многозначительно заметил Дэвид, как долго ещё это могло продолжаться, если альбомы продавались всё хуже и хуже? В более длинном интервью журналу «Саунгс» Дэвиду Фьюджину Байрон рассказал о своих претензиях к людям, работавшим с командой. «Мне кажется, в последние два года они перестали в нас верить. И, может быть, были правы. Мы могли прилететь в Америку, не зная, где будем выступать». Первым проектом Байрона после ухода из Юракип стал альбом «Рав Даймонд» 1977 года. Песни с диска благополучно ротировались на радиостанциях, пластинка неплохо раскупалась, гастроли группы проходили успешно. Но нанятый вести дела менеджер сорвал несколько гастролей, не смог договориться со студиями, а потом и вовсе похитил все деньги и скрылся в закат. Ко всему этому подмешались запои Байрона. Райч и Даймонд, все участники, которые были бывшими членами достаточно известных групп в прошлом, распались. Дэвид Байрон быстро отправился от неудачи и уже в 1978 году заключает с Ариста Рекордs достаточно выгодный контракт на выпуск своего нового проекта. Наняв кучу довольно известных музыкантов, он записывает альбом Baby Face Killer, которым был соавтором всех песен. Есть слух, что на гитаре в этом альбоме играет Мик Бокс, гитарист Юрахип, и что его имя не указано на обложке, дабы избежать юридических сложностей. Но это только слух, это была совсем другая музыка. На этой пластинке Байрон пересыпает стилей, как жемчугу в ладонях. Здесь и мелодичный хард-рок, и красивые баллады, и легкий поп. Писали о пластинке критики и обозреватели музыкальных изданий. Как говорят на Ро Трекере, да уж, наверное, это лучше от Байрона. Наверное, в предчувствии скорого и неизбежного творчество в апогей переходит. Как говорится, талант не пропьешь. После этого успеха Дэвид внезапно начинает продюсировать свою жену Габи. Габи талантом не обладала и славы не сыскала. В своих неудачах она стала винить Дэвида. Надо сказать, что конфликт с женой стоил Байрону многого. Он стал сдавать и часто жаловался на быструю утомляемость, общую слабость. Габи ушла от него, хотя официальный развод таки не был оформлен еще долго. Дэвид попробовал залить размолвку с любимой алкоголем, но быстро понял бесперспективность этого занятия. Тем не менее, он сильно переживал, стал раздражительным, не отвечал на звонки неделями. Неожиданно Байрон начал быстро набирать веси. У него вновь, как и в детстве, начались проблемы с дыханием. Доктора выписывали лекарства и настаивали на том, что ему следует отдохнуть с полгода где-нибудь вдали от дел и суеты. Но Дэвид говорил, что ему необходимо заняться чем-нибудь стоящим и все пройдет. Менеджеры группы сумели таки уговорить Байрона на время оставить сцену и его недавно созданная новая группа Байрон Бэнд была распущена. Байрон Бэнд успели дать только два концерта. На втором Дэвид Байрон теряет сознание в самом начале выступления. Байрон исчезает со страниц газет и со сцены. Какое-то время он ничем не занимается, но уже в 1983 он пытается создать с Дэни Болом новую группу Дельта. Приятели подбирают состав и приступают к репетициям, но неожиданно ухудшается состояние здоровья Дэвида и деятельность группы прекращается. Несмотря на то, что на новый проект Байрона обратили внимание многие известные продюсеры. Тут стоит сделать поправку на то, что все потери сознания и проблемы со здоровьем Дэвида с большей долей вероятности связаны с его марафонными запоями. К несчастью, 28 февраля 1985 года Байрона не стало. Причиной смерти стал инфаркт. Незадолго до этого он развелся с женой Габриэлой. В крови Дэвида Байрона алкоголя обнаружено не было, а в его квартире не было ни одной бутылки спиртного, даже пива в холодильнике. Но вскрытие показало, что печень его была практически разрушена. Со смертью Байрона связан еще один загадочный, даже мистический факт. Говорят, что тело Байрона нашла Габи, ее бывший супруг лежал на полу почти в том же самом месте и в том же самом положении, что и 7 лет назад, когда они снимали фотосессию для обложки диска Baby Face Killer. Впрочем, скорее всего, это просто красивая легенда, ибо многие источники, близкие к официальным, сообщают, что первым тело Дэвида обнаружил его младший брат. Дэвиду Байрону было 37 лет. Некоторые считают, что уход его жены, названный как-то одним из представителей узкого круга приближенных Юра Хип, женщиной тщеславной и ограниченной, убил в нем жажду жизни. Другие утверждают, что гибель вокалиста ускорила его неудачная сольная карьера. Его последний менеджер Маги Фарган высказал следующее мнение. Известность пришла к Дэвиду, когда рекорд лейблы щедро тратили на рок-звезд огромные деньги, и он привык видеть свое имя в блеске огней. У него был действительно замечательный голос, но в последние несколько лет никто не смог уделить ему достаточно времени, заботы и внимания, необходимые, чтобы вернуть ему здоровье и популярность. Мик Бокс был на гастролях, когда узнал о смерти Байрона. «Две недели я беспробудно пил, потому что не мог с этим смириться», вспоминает гитарист. Еще во времена Юра Хип он очень полюбил сцену. Он был очень неуверенным человеком, ему было трудно налаживать отношения с другими людьми, он просто хотел оставаться на сцене, он мог справиться со всем, лишь бы только выходить на сцену и быть звездой. «С нашей самой первой встречи», продолжает бокс, «Дэвид всегда убеждал меня, что станет известным и оказался прав. Если бы ему удалось хоть как-то контролировать свою жизнь, может быть, он стал бы гораздо более известным. Он был очень талантливым вокалистом, и у него был замечательный голос, он мог бы иметь огромный успех выступая сольно, но он легко поддавался на убеждения и был слишком доверчивым. Если кто-то хотел заставить его напиться, то это ему удавалось. Просто Дэвид не умел говорить «нет». Лично мне обидно, обидно, что такой потрясающий голос так бесславно ушел. Дэвид Байрон не просто имел выдающийся вокал, он обладал еще сильнейшей песенной харизмой. Он мог с таким заразительным артистизмом и выражением спеть песню, что даже не зная английского языка, ты полностью ей проникаешься и отдаешься. Ведь для того, чтобы быть сильным вокалистом одного только голоса недостаточно, очень важно, чтобы голосу еще прилагалась харизма. А этот скилл нельзя прокачать, с этим только рождаем.